Добрый вечер, дорогие друзья! 7 июля на календаре, четверг, на часах в Якутске 19.08. В прямом эфире «Арена событий» программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Сегодняшний эксперт «Арены событий», заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Афанасий Егоров, Афанасий Агитович. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Вот я не случайно сказал слово «эксперт». Давайте сейчас посмотрим один фрагмент, и сразу зрители поймут, собственно говоря, эксперт в чем. И о чем будет сегодняшний наш с вами разговор. Давайте посмотрим. Компания даже при довольно высоком уровне поддержки, если рассеивать с публикой, она будет достаточно сложной. Ну и, наверное, мы можем настаиваться, потому что вот того, какой выбор сделал наши граждане, жители милиции Саха, зависит от того, как мы будем развиваться в ближайшие пять лет. Афанасий Агитович, значит, вот это фрагмент записи вчерашней встречи Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя правительства, лидера партии «Единая Россия» с активом «Единая Россия» здесь, в Якутске. Вот вы согласны с тезисом, что компания избирательная нам предстоит достать, не нам, предстоит партиям, достаточно сложная? – Абсолютно согласен. Я хоть и беспартийный, но должность у меня такая. Я курирую наши учрежденные правительством средства массовой информации, так что по должности обязан интересоваться политикой. И могу сказать, что осенью прошлого года эксперты говорили о том, что выборы осени прошлого года – это генеральная репетиция предстоящих выборов в Госдуму. – К сожалению, мне пришлось побывать. Мы помним прекрасно, как прошли выборы осенью прошлого года на юге республики. Это Алдан, поселок Ленинский, Деренгринский, Беркакет. Я видел, какие технологии там применялись. И могу сказать, да, это будет очень сложная, трудная и очень нервная выборная кампания. Мое ощущение такое. – Для партии может быть сложная, трудная, нервная. Для избирателей интересная? – Ну, для избирателей, безусловно, интересная. Потому что чем сложнее ситуация, тем непонятнее конечный итог. И это создает дополнительную интригу. – Афанасий Агитович, из тех, кто заявил о своих намерениях или уже, собственно говоря, выдвигается от партии по партийному списку, вы кого-то лично знаете? – Ну, так, про единую Россию умолчим. Там мои непосредственные руководители. – Хорошо, конечно. – Начиная с главы, председателя правительства, руководителя администрации. Что касается остальных претендентов, знаете, вот я очень рад. Я 20 лет прожил в Нерингере. И мне очень приятно, что вот мои земляки по Нерингере, Федот Семенович Тумусов, который начинал свою биографию в Нерингере, Олег Тарасов, с которым мы знакомы аж с 1983 года. Мы вместе работали на монтаже оборудования первого энергоблока Нерингеринской ГРЭС. Что вот с нашего, на самом деле, сравнительно небольшого города, аж два представителя наших идут в Государственную Думу. Это на самом деле хороший результат. – Показатель. – Показатель. – Сегодня мы видим, что вот тот процесс, когда нерингеринцы начали себя ощущать частью Якутии, да, он сегодня, он так, знаете, приходит к логическому завершению. Мы действительно чувствуем себя частью нашей большой республики. И то, что наши представители идут в Государственную Думу, это просто здорово. – Хорошо. Ну вот в Якутии, как выходцы из одного города или поселка, все время друг другу помогают. Нерингере – небольшой город. Как нынешний депутат, которого вы знаете по городу Нерингере, Федор Семенович Тумусов, помогает нерингеринцам? – Ну, знаете, вот я работал вместе с первостроителями города Нерингере, да, я в 82-м году туда приехал. Я жил с ними бок о бок, многих знаю лично. Федор Семенович вот обещал им в свое время, что поможет вернуть районный коэффициент пенсиям 1,7, да. К сожалению, у него это не вышло. Но дело не в том, что он плохой, да, а дело в том, что вот, ну, ему не повезло с партией. Когда маленькая партия в Госдуме, меньшинство парламентское, да, они могут только озвучивать некие идеи, а решение будет принимать все равно большинство. И тут, а чтобы чего-то добиться, да, получить конкретный результат, вот этим маленьким партиям, как бы они ни говорили, что бы они ни говорили про ту же самую единую Россию, которая является партией власти, им необходимо с этой партией договариваться. А вот я и хотел спросить, ну, в разрезе не партия, а конкретных людей, конкретных депутатов, если ты представляешь, воспользуясь вашими словами, маленькую партию, то на первый план для этого депутата имеет огромное значение договороспособность, по-моему. Ну, да, совершенно верно. В данном случае, видимо, вот, что касается, ну, это действительно очень больной вопрос для первостроителей, это люди уже в возрасте, да. Мне, вот, я же говорю, я и работал с ними, и жил вместе, да, мне их по-человечески очень жаль, и мне бы хотелось, чтобы как-то им помогли, но при этом это не уровень республики пенсии вообще, это уровень федеральной, федеральный уровень власти, да. Федот Семенович является, ну, федеральным чиновником, да, депутаты у нас, по-моему, чиновники класса А, да, 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 и... Вот, теоретически он мог бы им помочь. Практически, к сожалению, не получилось. То есть он не сумел договориться с правящим большинством в парламенте, да, то есть тут, ну, видимо, с договороспособностью не совсем. Но есть и другая сторона. То, что Единая Россия освободила наш одномандатный округ под него конкретно, да, но, видимо, в данном случае договороспособность оказалась на уровне, да. Мы к этому вернемся, кстати говоря, еще. Ну, вот, наверное, тогда на первый план, опять же, по первому пласту, люди ведь стали практичнее относиться к выборам. Выдвигается рацио, рациональность. Ну, знаете, вот, сколько нам лет, сколько нашей демократии лет, да, вот, совсем немножко. То есть нужен был какой-то период, чтобы вот понять новые реалии и понять, как в этих реалиях действовать. Я вот хоть и являюсь беспартийным, да, но я вот тоже вот из тех, кто четко понимает, что если мы хотим чего-то добиться, нам нужен депутат, который будет входить в большинство. Потому что большинству легче продвигать наши решения. Конечно, конечно. Вот давайте как раз перешли к большинству. Политологи, опираясь на опрос общественного мнения, по результатам которого 49% жителей Якутска считают несправедливым, что Единая Россия в Якутии не выдвинула своего кандидата по одномандатному округу. Собственно говоря, они и подтверждают этот посыл. Ваше отношение к этой ситуации, к невыдвижению? Такое, знаете, немножко, я бы сказал, противоречивое. Вот если взять с точки зрения всей страны, то есть на самом деле что произошло? Единая Россия, она уверена в своих силах. Она уверена, что настолько, причем уверена в том, что она опять возьмет большинство, что освободила для других партий часть одномандатных округов. Я вот просто смотрел, следил за развитием событий. Я помню, что в конце прошлого года многие эксперты говорили о том, что справедливая Россия на грани вылета. То есть она может не набрать вот эти свои 5%. И после этого появилась информация о том, что вот в парламенте страны идут, значит, межпартийные переговоры о том, чтобы как-то поделить округа. И вот то, что Единая Россия сегодня добровольно отказалась от борьбы в 18 округах, это вот демонстрация своей уверенности, в своих силах. В то же время, вот тут есть такой момент, что даже если справедливая Россия не набирает 5%, это все равно миллионы избирателей. Миллионы. Три-четыре миллиона. Каким-то образом, вот мнение этих людей, сторонников справедливой России, все равно должно звучать в парламенте. И вот я в моем понимании, именно исходя из этого посола, вот 7 округов отдали справедливой России, ЛДПР чувствует себя чуть лучше, им 5 округов отдали, еще более уверенно чувствует себя КПРФ, им отдали 3 округа. И вот это вот с точки зрения, скажем так, ну, если смотреть на всю страну. То есть мы люди разные, у нас разные взгляды, и все эти взгляды должны быть в той или иной мере представлены в парламенте. Когда мы опускаемся на уровень республики, вы знаете, мне обидно. Чисто по-человечески. Понятно, да, принимается. А вы знаете, я вот недавно тоже в одной из программ так это объяснял, там, по-своему, что вот это вот не выдвижение, оно заложено в дивизии предвыборной программы «Единая Россия». Успех каждого – успех России. Каждого. Вот, пожалуйста. И, кстати, здесь я, наверное, не соглашусь, потому что не партиям дается эта преференция, а людям конкретным, конкретным людям. Одномандатную вести округ? Ну, знаете, вот, опять же, да, как человек, который курирует средства массовой информации, да, учрежденные правительством, ну, естественно, я был задействован в том, чтобы привлечь внимание людей к праймеризу, к партии, да, к тем кандидатам, которые партия выдвигает. Я вам могу сказать, что вот, если мы посмотрим на Галину Иннокентиевну, Данчикову, да, это, ну, просто профессионал высочайшего класса. У нас уже время истекает. Да, безусловно, я согласен. Мне остался один вопрос, что вот идешь по центру Якутска, и складывается ощущение, что избирательная кампания вроде бы уже началась, вроде бы, да, потому что «Единая Россия» там с коммунистами сняли свои счеты, но везде висит, ну, например, то же самое Федот Семенович Тумусов с подписью «Наш кандидат». Депутат. Наш депутат, да, даже депутат. Ваше отношение? Два слова буквально. Ну, на самом деле, 90% наших несчастья, оно идет не от злого умысла, а от разгильдяйства.